Торжественный прием главы в честь новогодних праздников прошел в актовом зале районной администрации. Мероприятие организовано для руководителей первичных организаций Совета ветеранов, Совета старейшин и матерей, чесановья погибли при исполнении воинского долга. Атмосферу праздника создавали выступления творческих коллективов Северского района. Адам Джерем поздравил участников приема с наступающими праздниками, пожелал мира и благополучия. С наступающим вас Новым годом! Пусть немного, то, что мы помечтали в эти полчаса, пусть чудо случится. В каждом доме тепла, уюта, достатка, благополучия. Пусть Господь хранит вас, оберегает ваших детей, ваших внуков. Поэтому низкий поглон от меня, от моих коллег. Пусть у вас все будет хорошо. С наступающим Новым годом! Спасибо! Дед Мороз и Снегурочка – обязательные участники праздничных мероприятий, ведь до Нового года стали считанные дни. Дополнили теплую и дружескую атмосферу новогодние презенты, которые вручили каждому гостю. В этот день в уютной атмосфере Адам Джерим поздравил и представителей духовенства, казачества, руководителей национальных диаспор и почетных граждан. Хочу каждой семье пожелать, конечно же, крепкого здоровья, благополучия, чтобы все, что будет задумано, и те мечты, которые обычно мы по Новому год мечтаем о следующем году, чтобы они все обязательно сбылись. Всем низкий похлон, всем добра, всем счастья, всем благополучия. И пусть следующий год станет для нас самым счастливым, самым радостным, самым запоминающим. На встрече присутствовал депутат Государственной Думы Владимир Сенеговский. Он поздравил собравшихся с наступающим Новым годом и Рождеством. Отдельное поздравление получили участники Великой Отечественной войны в лице ветерана Александра Павловича Кичика. Многие здесь взяли, убежденные вели отцов, дедов, прадедов, которые вместе с вами сражались за победу. Мы обязаны знать правду Великой Отечественной войны, которая подвергается тем и тем сомнением. Эту правду передавать молодому поколению, чтобы они неслись гордостью и в дальнейшем помнили, кому они обязаны. Слово взял и Александр Павлович. Ветеран пожелал собравшимся мирного неба над головой и поздравил с грядущими праздниками. С Новым годом всех! Я поздравляю здоровья, счастья и не жалеть силы, принимая участие в жизни и в развитии нашего района. Представители каждой диаспоры, духовенства, казачества и почетные жители пожелали друг другу всего самого доброго в новом 2020 году. Праздничное настроение гостям мероприятия подарили артисты. Какой Новый год обходится без Деда Мороза и Снегурочки. Они поздравили собравшихся с праздником и провели увлекательную игровую программу.